Всем привет! Это LoftBlog. И данный скринкаст будет посвящен при процессору CSS, который называется Лес. Итак, пару слов о Лес. Это такой своеобразный язык, такая своеобразная надстроечка над CSS, написанная на JavaScript, которая позволяет писать в CSS различные фишки алгоритмических языков, такие как переменные, условия, операции, функции. Там есть встроенные функции. Вот. Лес такой не один. Есть еще SCSS, SAS. Но, в принципе, каждый решает для себя сам, что использовать. Идея у них одна и та же. Есть немного различий. Но, кто с чем привык работать. Хотя в защиту Леса скажу, что он используется в различных популярных и непопулярных фреймворках. В BoilerPlate, например, Bootstrap. Ну и, в общем, много где. Сейчас вы поймете, почему. А, да, еще что нужно сказать про Лес, что он компилируется на сервере. Встроенный компилятор есть, по-моему, только у Мозилки. Поэтому, чтобы посмотреть результат работы, нужно либо файлы залить куда-то на хост, либо скачать себе локальный сервер, какой-нибудь Denver. Но, лично я бы посоветовал OpenServer, потому что там как-то подружится не интерфейс у него. Ну, хватит болтовни, давайте перейдем к делу. Итак, чтобы работать с Лесом, нужно для начала его скачать. У него есть русский язык сайт, лес.сс.ру. Вот здесь написаны его встроенные функции, как с ним работать и вообще все, что он умеет. Кнопочка скачать. Кстати, если сюда нажмем, нас перекинет прямо в JS-код. Поэтому нужно сохранить как объект. Качается быстро. Весит всего 56 килобайт. Так, скачался. Нужно его закинуть в папку с вашим проектом. Вот. Закину его куда-нибудь ко всему JS. Так. И нужно создать, собственно, файл с расширением Лес. Как вы назовете его, это не важно. Главное, чтобы было расширение. Все. Теперь нужно его подключить. Вот я тут немного накидал HTML. Тут такая формочка обратной связи. Пару инпутов. Текст. Как обычный CSS, нужно подключить его в хейде. Только здесь в типе нужно указать, что это лес. Укажем путь до него. Так, дальше нужно подключить сам скрипт. В принципе, вот и все. Главное, чтобы ваш файл со стилями был подключен перед скриптом. Иначе работать не будет ничего. Откроем наш файл. Добавим сюда немного стилей. Вот, что сейчас есть. Абсолютно не отстилизовано. Разместим весь контент посередине. Добавим немного стилей для красоты верхней формочки. И давайте смотрим, что получилось. Вот, как-то отделим наш хедер. Бордером снизу, например. Сделаем его побольше, чтобы было видно, какого он цвета. Ну и придумаем какой-нибудь цвет. Просто от балды. Вот какой-нибудь 8C там. 90AE. Получился такой серовато-синий. Зададим немного отступов. Так, посмотрим, что получилось. Вот. Ну, выглядит, конечно, убого. Но сейчас скринкаст не об этом. Вот. Дальше давайте отстилизуем вот эту формочку. Для начала уберем буллеты у элементов списка. фидбэк форм ли ли стайл нам так добавим немного отступов между полей. и отстилизуем имена полей. Опять фидбэк форм фидбэк форм снова ли лейбл так как классов нет приходится стилизовать так детально чтобы не было пересечений допустим если будет еще такая же форма без классов но это так делать не стоит лучше конечно добавить класса это все в целях показать просто как работает лес и сделаем текст жирным вот видите сколько раз пришлось писать одно и то же это долго нудно и отнимает у вас время сейчас покажу как с помощью леса можно сделать это быстро и красиво это закомментируем так первое нужно убрать пулеты у элемента списка то есть я хочу отстилизовать элемент лист айтем внутри класса фидбэк форм берем класс фидбэк форм внутри него хотим отстилизовать элемент списка так и пишем вот это первый плюс леса это вложенность по моему все логично и не вызывает вопросов дальше внутри элемента ли мы хотим отстилизовать лейбл так и пишем отстоп снизу 10 дальше внутри лейбла отстилизуем имена полей спаны вот что у нас получилось выглядит красиво пишется быстро читается удобно все это понимается браузером вот все это транслируется в обычный css вот что нужно сказать про вложенности во первых это очень важно что вложенностями не стоит злоупотреблять нужно использовать с умом только тогда когда это действительно нужно потому что если будет большой уровень вложенности то элементы будут зависеть друг от друга и нельзя будет какой-то кусок в верстке вытащить и вставить в другой блок если нужно если идентичные блоки встречаются в разных местах вот и еще вложенность компилируется так что чем больше уровень вложенности тем ниже в итоговом css попадет эта строчка откомпилированная следовательно тот элемент одинаковый элемент если стилизуется у которого вложенность больше тот стиль и применится сейчас я вам покажу на примере на примере добавим названию полей цвет допустим фиолетовый вот они у нас стали фиолетовые теперь отстилизуем точно такой же вот этот же элемент span только с еще одним уровнем вложности в роли него будет выступать вот наш список вот и лейбл span вот тот же самый элемент но добавился еще один уровень здесь будет цвет красный что получилось стали красными вот и когда такое происходит это никак не перебить только если импортант но импортант тоже дело такое что так то есть не туда поставил тут он и так красный так импортант дело такое что тоже не стоит злоупотреблять лучше вообще не использовать только в крайних случаях вот так про вложенности вроде бы все давайте пойдем дальше а стилизуем какое ничь поле текстовое давайте вот это она здесь зададим класс так назовем текстом путь так немного придадим стили отступы размер шрифта сделаем сделаем ему рамку такого же цвета как была у нас граница в хедере вот какого была цвета не помню потому что написал наугад вот вот и второй плюс леса то что можно вводить переменные вообще по правилам тона верстки по правилам хорошего тона верстки цвета лучше выносить в начало документа со стилями используемые цвета какие-нибудь там цвет цветоссылок цвета ховеров вот создадим переменную с нашим цветом зовем ее color для этого нужно просто поставить знак собачки и написать имя переменной сохраним туда цвет все использовать ее точно с таким же синтаксисом собачка имя переменной и посмотрим что у нас здесь ничего не поменялось используем здесь для цвета бордера у инпута вот он стал такого же цвета давайте еще немного ему скруглим уголки пикселей на 20 ну пойдет так но нужно чтобы все текстовые поля выглядели выглядели одинаково так как вот это это можно сделать какими способами либо дописать этот класс вот сюда прямо в html файл либо заново описать все свойства заново выбирать селекторы лес помогает этого избежать тем что в нем поддерживаются такие штуки как примеси что такое примеси по сути это те же классы только в css ну сейчас станет понятно допустим все текстовые поля в хедере сделаем такие же как вот это текстовое поле напишем селектор до него до них и прямо сюда вставим наш стилизованный класс вот что получится вот ловкость рук и никакого мошенничества все удобно быстро и просто но это еще не все у вас могут меняться параметры допустим здесь то есть вот здесь импуты будут по ширине по ширине маленькие так как тут особо не надо тут логин и пароль в принципе писать нечего а здесь в теме сообщения например она может быть длинная поэтому нужен такой же инпут только по длине и для этого в примесь можно ввести параметр в скобках после примеси укажем переменную которая будет использоваться ну ее можно называть как угодно как и все переменные параметр назовем ее ширина и дадим ей дефолтное значение его можно не давать но лучше задать так как если не будет указано то возьмется значение отсюда единицы измерения надо писать обязательно и ставим этот параметр туда где мы будем его менять например сюда параметров можно быть сколько угодно сколько вы сможете придумать лишь бы это было удобно вам пишется не через запятую ну что то можно бордо радиус бордо радиус пусть будет 20 пикселей по умолчанию используется точно так же нужно нужно в скобочках написать значения которые вы хотите использовать для этих параметров вот да если в примесь вводятся параметры то как определение класса она перестает действовать вот она действует и только как примесь можно удалить давайте стилизуем input внутри лейбла в классе фидбэк форм все импуты будут такого же стиля как все только здесь давайте сделаем подлиннее его пикселей 300 бордо радиус пусть пока будет такой вот очень удобно быстро как все в лесе и красиво выглядит позволяет использовать много раз не требует написания одного и того же кода но и это еще не все как я говорил в начале лес еще поддерживает условия сейчас я вам покажу синтаксис условия для примесей возьмем нашу примесь text input text input дальше в скобках нужно указать какие в ней используются переменные обязательно иначе не будет работать дальше ключевое слово when это как if в живоскрипте ну во всех языках здесь вот when и наши условия допустим когда ширина и текстового поля будет больше чем 150 пикселей пусть у нее будет квадратные углы вот то есть сейчас у нашего длинного импута должны стать квадратные углы так как его ширина больше чем заявлено условия вот до этого уже было потому что я проверял ну вот в принципе что получилось условия отменить будет круглые условия квадратные это тоже очень удобно используемо когда у вас есть одинаковые элементы но какие то у них пару параметров отличаются допустим если цвет такой то то и фон сайз больше или наоборот что еще осталось рассказать пожалуй про операции ну вот здесь отступ от текста сейчас 50 пикселей поддерживается все прямо на лету умножить на 2 стало 100 пикселей но если честно в верстке я такого не встречал если вы веб дизайнер то наверно вам будет это полезно и вообще многие функции в лесе они с точки зрения верстки не особо полезны но вот если вы дизайните прямо вот так все сети то это очень удобно например встроенные функции есть в лесе допустим функции работы с цветом давайте здесь стилизуем формочку дадим ей фон какой-нибудь серый какой-нибудь вот серый и применим функцию работы с цветом которая осветляет цвет напишется light light дальше в скобках цвет и через запятую параметр который указывает процент насколько этот цвет осветлить вот стал светлее можно 20 процентов насколько угодно совсем пропал кстати чуть не забыл если вернуться к теме о вложенностях есть еще одна очень полезная штука в лесе вот сейчас быстренько про нее расскажу давайте добавим какую-нибудь строку с навигацией так тех кого вводят в конфуз то что я сейчас пишу посмотрите на нашем блоге есть про это урок это называется ZenCoding или Emmet сейчас он эволюционировал очень тоже удобная штука быстрая экономит время и нервы тут что-нибудь что-нибудь от себя тина какой-нибудь напишем ну все хватит нам надо будет активный пункт чтобы знать где мы сейчас находимся вот и давайте от стилизуем с помощью леса быстренько перескочим во время вот немного стилей посмотрим что получилось вот но до этого и так выглядело убого а без ховеров так вообще нужно добавить естественно ховеры при наведении на один элемент без леса все бы это выглядело вот так ли ховер и дальше при наведении на элемент списка чтобы в ссылке был какой-то свет но в лесе есть такая штука как амперсант мы стилизовали элемент списка в нем ссылка дальше продолжаем стилизовать пишем амперсант амперсант перебрасывает нас на самый верхний на текущий стилизованный уровень где идет вложенность написали здесь перебросить сюда то есть прямо так и пишем ховер какой-нибудь серый вот через амперсант можно указывать не только псевдоклассы можно указывать и обычные классы неважно тоже в общем что лишь бы это поддерживалось браузером наш класс актив то есть понимаете да nav амперсант и амперсант перебросил сюда слишком с классом актив реактив в реактиве пусть в граунд будет наш непонятно синий цвет который сохранен в переменной вот все работает все прекрасно понимается браузером все отлично в принципе на этом урок можно завершить см м 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